Я приветствую всех-всех-всех, кто слушает этот подкаст. И сегодняшняя тема — это невероятно волнующий вопрос почти всех людей. Неважно, какого они статуса, неважно, в какой они иерархии находятся, этот вопрос всегда остаётся очень волнующим. Как часто у вас бывает состояние отсутствия мотивации, отсутствия что-либо делать, и всё это, как правило, сопровождается апатией, низкими вибрациями и страданиями. Мы приходим на Землю в это тело с определённой миссией, с очень большой историей прошлых воплощений. Но память выключается, и игра начинается. Как правило, пока человек молоденький, он активно играет в эту игру, играет по её правилам. Он в основном находится в материальном мире. Пока этот человек не перепробует всё материальное, все физические наслаждения и радости мирской жизни. Почему именно с возрастом люди начинают интересоваться духовностью, духовной стороной жизни? Конечно, потому что человек в первую очередь — это не только материальная, но и духовная Личность. И всегда молодёжь удивляется, не понимает, почему многие взрослые люди так увлечены духовностью, говорят о ней, и обычно скептически реагируют. Часто молодёжь говорит, что за бред, о чём они, зачем мне это. Хотя скепсис — это всего лишь установки системы. Это для того, чтобы поставить рамки в мышлении человеку, не вылазил из игры, продолжал её питать, оставаться на уровне материалки. Чем отличается человек интересующийся духовностью, точнее, почему это происходит? Чем дольше живёт человек, тем сложнее его удивить. Уже многое испробовано, был и положительный, и негативный опыт. И, как правило, с возрастом всё больше каких-то сложных, тяжёлых ситуаций, а в груди только растёт тяжесть беспросветная. Кто-то должен сильно отстрадать и намучиться по своей негативной карме из-за влияния системы. И очень часто люди просто считают, что так само случилось, это совпадение. И находить что-то интересное и новое в мирской жизни становится всё сложнее. Человек начинает выискивать какие-то моменты из разряда. Как же мне больше нравится есть, например, картофель. Варёный пробовали, пюре делали, жареная картошка была, запечённая. Как же ещё извратиться, может, под соусом, чтобы впечатлило. И вот человек пытается понять, что же ещё его увлечёт, как ему и что больше нравится делать. Так приходят многие извращения. Когда из-за системы кармических влияний человек играет в игру, откуда же получить эмоции. А для чего? Чтобы почувствовать жизнь. Из-за системы, из-за кармических влияний, окружения, где все говорят об эмоциях и их добыче, получении этих эмоций, человек уже не понимает, что жизнь вообще не должна быть такой. Карма — это программа с событием, которая расшатывает психику, выключает логику, подсаживает на эмоциональные качели. Все кармические отношения от родительских, друзей, коллег, супружеских. Человек потом в поиске пары ждёт, чтобы его эмоциями прошибла какая-то бешеная любовь, чтобы было какое-то сладкое мучение. Это вообще чисто иллюзия. Это негативная карма, а не любовь. Это влияние системы. Чем дольше человек лет прожил во всей этой системе, сложно даже после чисток настроить такого человека, что вам это не нужно. Это плохая привычка, вот это вот шахнуться эмоциональной качелькой по психике. Это эмоциональная наркомания, которая присутствует у многих. Это про зависимости. У души нет зависимости, это зависимости тела. И если тело рулит, значит, душа глубоко спит. Примерно отсюда все извращения. Духовный человек, он пытается познать себя. Мирское надоедает. А если душа имеет уже опыт, если это древняя душа, мирское вообще становится неинтересно, потому что там нет ничего нового. Вспомните фильм «Матрица», когда Тринити говорит, «Нео, посмотри на эту улицу, зачем тебе туда? Ты был там тысяча раз. Ты все знаешь, как там. Ты знаешь, как там будет. Выбери другую таблетку». Духовный человек начинает познавать себя. Это глубина, которая интересна всегда. Всегда будет что-то новое. Ты познаешь свою природу. Устройство духовного мира. Человек начинает работать со своей энергетикой. Это всегда настолько интересно. Учиться этому. Конечно, сейчас большая информационная яма. И не вся информация, как говорится, правдивая. Потому что через кого-то бесы вещают, через кого-то система вещает, чтобы сбить с пути. Когда у вас пропадает мотивация и начинается страдание, это говорит о том, что душа требует духовного развития. Душа хочет управлять телом и мозгом, чтобы прийти к себе, понять, откуда она, какое у нее предназначение, миссия. Вспомнить эту миссию и получать удовольствие от жизни. Освободиться от всех влияний, чтобы покинуть круг сансары, круг страданий. Когда вам плохо, до вас пытается достучаться ваша душа, ваши высшие силы, ваши духи, боги. Что вам нужно? Духовное развитие. Вы страдаете от того, что здесь уже ничего не впечатляет, не удивляет. Но люди привыкли жить здесь в эмоциях, что их что-то должно удивлять, восхищать. Надо что-то постоянно пробовать. И заметьте, полученные эмоции, их всегда хватает на какой-то пшик. И вот ловушка игры, что нужно все время гнать за новыми эмоциями. Вот и вопрос, насколько человек увязнет в этом болоте. Как только вы чувствуете страдания, значит, произошла полная остановка в духовном развитии. Человек перестал идти к себе и продолжать в этом расти. Конечно, оболочка тоже должна развиваться. Она радуется, когда душа на своем пути, на своем месте. Такие моменты, когда вы чувствуете себя плохо, нужно сразу чистить энергетику. Нужно диагностировать, где вы зависли, в каких мирах, что вас держит, чтобы убрать все ограничения. Все страдания — это поведение тела, потому что эмоции присущи телу и мозгу. Все начинается с энергетики, а потом проявляется на материальном плане. Когда тело и мозг страдают, это значит, что что-то не так в духовном плане, и нужно разбираться. Игра сансара — это о том, выйдешь ли ты из круга страданий. Страдание — это очень сильная энергия, и она питает систему. Вспоминаем мультик «Корпорация монстров», где монстры должны были пугать детей для того, чтобы эмоция страха вот эта вот питала их систему. Также шикарный фильм из новых, из последних «Доктор Сон». Вот там очень хорошо показано, как энергия питает. И даже последняя часть «Матрицы» очень хорошо описывает, помимо всех остальных, как энергия страданий питает систему. На энергии страданий сейчас идет сжатва. Эта энергия поддерживает старый мир трехмерный, который погрузился в негатив. Там сама игра жила. Поэтому был создан 5D-мир, и туда войдет абсолютно не каждый. Там уже много людей, и люди там живут абсолютно по-другому. Пока люди думают, что фильмы — это вымысел, создатели этих фильмов завуалированно доносят информацию тем, кто ее поймет. Очень много таких фильмов, которые говорят правду. Кто-то до этого доходит рано или поздно, кто-то никогда, кто-то в следующей жизни. Освобождайтесь от таков. Пока человек находится в системе, она будет внушать, что человек чего-то недостоин, и не стоит браться за это. Бог страдал, и я буду. Мне это не надо. То есть вот сразу же вот эти вот рамки. Как только человек сказал «не-не-не», у меня был пример в гостях женщине одной, говорю «вам надо домового покормить, а то он злится и бушует». Она сразу же «нет», и продолжает что-то говорить. И вот это вот «нет», оно просто вылетает изо рта неосознанно. Вот отследите по себе, как часто вы отвечаете на что бы то ни было. Нет. Вы даже иногда не слышите, что говорит вам человек, не дослуживаете его до конца, но из вашего рта лезет слово «нет», и потом вы, как правило, говорите то же самое фактически, что сказал этот человек вам, но вы говорите «нет». Пробуждайте своё сознание и контролируйте такие моменты. Скептицизм, нет-нет-нет, это топтание в темноте, набивание шишек, хотя высшие силы изначально приводят и дают шанс. И шанс есть у всех. Что с этим шансом делать, сам решает каждый. Система рулит, потому что человек не слышит себя и свою душу. То есть так называемая своя правда навязана системой. Это не сам человек. Ещё у людей бывает такое, когда его постоянно отвлекают не теми делами и подкидывают ситуации, которые цепляют за слабости. У кого-то это деньги, уважение, отношения, здоровье. Когда человека просто вот заваливают, и он уходит со своего пути, от пути к себе и своей душе. Выгорание, кстати, это тоже, когда нет пути к себе, не те действия, застрял в материальном. Про подбрасывание ситуации тоже пример. Когда система подкидывает подачку из разряда «На, вот ты же отношений хотела, на тебе, мужчина, на, вот застрянь в этом». Или «Ой, ты же хотел, чтобы тебя все уважали, начали уважать твою работу, на тебе подачку пары дешёвых работок». Или иначе бывает. У человека проблемы в финансовом плане, и у него нет времени на то, чтобы творить и создавать то, что ему было предназначено. Например, он должен быть автором музыки или песен. Человек должен писать песни для себя, для других людей, то есть проводить талант творца из своего подсознания в материальный мир. А у него, например, плохо с финансовым планом. И человек всё время ищет, где бы подработать, заработать денег, чтобы прокормить себя, свою семью. И начинает эти песни заказывать у кого-то, кто им не подходит, не отражает суть человека песнями. Наоборот, суть эта прячется, закапывается ещё глубже. Песни эти написаны без любви для того, чтобы срубить денег. Ну и получается, что человек гонится за достижением, чтобы не отставать, но он не творит своего. И потом начинается страдание от того, что и это не то, и то не так. Вот эти вот все ограничения, они снимаются чистками энергетики. И начинается уже потом самостоятельная работа со своими установками и мышлением. И да, вы страдаете, когда вы не творите и не создаёте ничего своего собственного. того, что прошито в вашей душе изначально, с чем она сюда пришла, потому что вы её не слышите. Субтитры создавал DimaTorzok